Война России с Украиной показала всему миру, что расчеты многих западных стран на исключительно технологическое превосходство над врагом ошибочны. Качество без количества не обеспечивает победу, а также в современной войне возможны периоды постоянных и чрезвычайно кровопролитных стрелковых боев без масштабного привлечения бронетехники. В противостоянии так называемой второй армии мира с ВСУ одну из ведущих ролей впервые в истории начали играть беспилотники. Авиация, на которую обычно делали ставку западные генералы, в условиях плотности неподавленных систем ПВО показала себя эффективной только на расстоянии, за чертой достижения средств поражения врага. Вместо этого качественные фортификационные сооружения, инженерные заграждения, а также мины поля вместе с FPV-дронами и артой, оказались чуть ли не главными средствами для остановки пехотой вражеских продвижений. При этом инженерные подразделения России оказались одними из самых сильных родов войск врага. Скорость, с которой захватчики строят блиндажи, копают окопы и траншеи, прокладывают железнодорожные пути, а также занимаются дистанционным минированием, создает на некоторых участках фронта огромные проблемы для украинских защитников. Для примера можно привести контрнаступление в ВСУ в 2023 году, когда атакующие кулаки наших механизированных бригад были остановлены огромным количеством заградительных средств. При таких условиях прорывать полосу обеспечения первую и вторую линии обороны без огромных потерь было крайне сложно, поэтому Киеву пришлось менять тактику и делать ставку на продвижение малыми группами, а не ударными подразделениями с бронетехникой. На критических для себя участках россияне построили крайне мощные укрепления, которые практически сделали невозможным прорыв войск фронта вооруженными силами Украины, без ощутимого технологического и количественного преимущества как в боекомплекте, так и в личном составе. Львиную долю всего, чем россияне пользуются в войне против Украины, военные преступники тестировали на территории 18-го инженерно-испытательного полигона, расположенного в поселке Елизаветенко Ленинградской области. Огромная территория неподалеку от Санкт-Петербурга подчиняется воинской части 93-26-8, командиром которой является Владимир Малькута. Редакция украинского 24-го канала получила доступ к его личным рабочим перепискам и его родных. Как под руководством этого персонажа земли Минобороны Аравии переходили в частную собственность, а сам офицер стал владельцем недешевой недвижимости, как сын полковника получил льготы за участие в боевых действиях, однако на войну в Украину не попал. Расскажем дальше. Чтобы хоть немного представить фигуру Малькуты-старшего, вполне достаточно просто привести некоторые факты из его официальной биографии. Профессиональный военный, бывший депутат Агалатовского сельского поселения и Всеволожского района Ленинградской области от Единой России, конечно же. Владелец многих наград чуть ли не за все возможные военные. За воинскую доблесть, участие в боевых действиях в Сирии, содействие органам наркоконтроля и религиозные. Заочный выпускник Санкт-Петербургской Духовной Академии РПЦ по специальности «Православные богословия». Словом, такой себе идеальный россиянин, преданный родине офицер, примерный семьянин, что в свободное от работы время беспокоится обо всех своих родственниках, а на службе делает все, чтобы россияне могли убить как можно больше гражданских людей. Стоит отметить, что православный христианин из Малькуты вышел не очень, как и семьянин и держатель секретных данных. Ведь полковник постоянно хвастается своей работой перед женщинами на различных сайтах знакомств и видеочатах. Рассказывает о собственной влиятельности и деятельности. Хотя, согласно допуску номер 83-09-31-80, от 20.03.2015 года государственной тайне особой важности делать подобного он не должен. Более пикантные детали об интимной жизни офицера, соответствующих болезнях и попытках заниматься самолечением, пока что источник публиковать не будет. Понятно, что члены семьи Малькуты только догадываются о его внебрачных приключениях, а среди окружения о них знают разве некоторые сослуживцы и свидетели. Ну и руководство, с которым полковник гудел в Сирии и в Украине. Когда Россия проводила карательные мероприятия против гражданского населения в Сирии, а также помогала войскам осада отогнать ИГИЛ, командование инженерных войск России мгновенно рвануло в эту охваченную войной страну – заработать медальки за разминирование уже безопасных населенных пунктов. При этом, понятно, никто из офицеров и генералов даже близко не подходил к неразорвавшимся минам или снарядам. Они только руководили процессом. Или же делали вид, что руководята по факту катались по историческим местам, раздавали интервью и отчитывались о героизме российских войск. Слева направо – замначальника инженерных сил России Руслан Аллахвердиев, руководитель инженерных войск России Юрий Ставицкий, командир ВАЧ 93-268 Владимир Малькута Иван Воробьев, руководитель Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск. Они не забывали пополнять собственные фотоархивы и заходить в местные бордели. Такие себе развлечения типичных россиян на истерзанных ими же территориях. Понятно, что сфотографировались военные преступники и на руинах Пальмиры – древнего сирийского города, который относится к всемирному наследию ЮНЕСКО и пострадал в результате боевых действий. Некоторые же фотографии россиян и вообще говорят о сотрудничестве должностных лиц ООН с военными преступниками. Чего только стоит наличие палатки управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев на территории российской базы. Словом, для всего руководства инженерных войск России, как и для самого начальника испытательного полигона, командировка в Сирию прошла и безопасно, и успешно. Каждый из преступников получил медали за разминирование Пальмиры, а также за участие в боевых действиях в САР. Малькута же дополнительно получил ветеранское удостоверение, которое ему было нужно для льгот. Уже после возвращения в страну террорист, полковник продолжил свою успешную службу дома. Он часто появлялся на различных мероприятиях с Оставицким, Воробьевым и Олихвердеевым, с которыми имеет вполне тесные и дружеские отношения. Особенно это касается последнего персонажа, с которым Малькута, вероятно, занимался и выводом земли из собственности Министерства обороны и другими сделками. Также полковник нередко заботился об оплате штрафов за нарушение ПДД своим руководителям. Непосредственно на службе после Сирии и перед вторжением в Украину, командир ВЧ-93-268 занимался вполне рутинными вещами. Организовывал доступ к полигону для различных учений военнослужащих, ФСБшников, судей, а также промытых пропагандой подростков и т.д. Ездил в составе официальных делегаций в Сербию, ОАЭ и на Шри-Ланку. Руководил, но непосредственно испытаниями различных роботов-разминировщиков, установок разминирования и дистанционных минирований, понтонов, инженерных заграждений. Понятно, что испытания российской аналоговнетной продукции очень часто шли не по плану, однако полковник, как верный сын своей родины, был вынужден отчитываться об успехах. Например, когда 11 сентября 2019 года на территории полигона универсальная бронированная инженерная машина для тестирования проезжала по многопролетному мосту, Малькута доложила о том, что конструкция соответствует заявленным характеристикам. Политика есть политика. Что же касается финансового состояния оккупанта, то бедным человеком назвать его никак нельзя. По крайней мере, по состоянию на 2017 год Малькута, как командир части, имела клад в 212 тысяч рублей в месяц, примерно 3500 долларов по тогдашнему курсу. Сколько официально зарабатывает полковник сейчас, неизвестно, однако точно не меньшую сумму, особенно с учетом всевозможных премий и доплат. Прописан полковник в поселке Елизаветенко Всеволожского района Ленинградской области. Там еще зарегистрирована его жена Татьяна и сын Александра, а также внучка Александра. Приемного же внука Демида Малькута по этому адресу почему-то не прописал. Впрочем, в квартире на улице Центральной никто не живет, поскольку офицер много лет работал ради убийства гражданских людей из других стран. За такое Россия платит большие деньги. Поэтому после возвращения из в 2017 полковник начал заниматься строительством собственного имения. Для этого даже заказал в компании главной Зочи разработку очень недешевого проекта. Полностью построить, отремонтировать и обставить дом на территории садового некоммерческого общества «Гранит» Малькута смог очень быстро. Только вот на ландшафтном дизайне почему-то решил сэкономить. Хотя площадь имения командира Елизаветинки и очень большая, жил полковник в нем в основном только женой, бухгалтером администрации муниципального образования Агалатовское сельское поселение. Александр Малькута, его жена Наталья, а также их трое детей достаточно долгое время жили в оккупированном Крыму, в Анапе, а недавно переехали в село. Об их семье стоит рассказывать отдельно. Сына командира ВЧ-93-268 можно назвать типичным наследником своего отца. Имея влиятельного родственника, он решил пойти по его стопам и отправился на военную службу. Окончив военный институт военно-космической академии имени Можайского по специальности картография в 2012 году, Малькута-младший попал в воинскую часть 29-209, расположенную на границе с Китаем в Благовещенске. Впрочем, находился там террорист недолго. После оккупации Крыма, когда всем уже стало понятно, что полномасштабных боевых действий на территории полуострова в ближайшее время не будет, отец пристроил сына в другую воинскую часть 43-651 с дислокации в Ногинске Московской области. Однако служил он не замкадом, а находился в командировке в Симферополе, где занимал должность топографа отдела аэрофототопографического центра. Семья Малькуты-младшего была зарегистрирована по его рабочему адресу, но жили оккупанты в другом месте. Примечательно, что оккупант вооруженных сил страны-террориста уже тогда пользовался всеми лазейками, чтобы только получить от государства как можно больше льгот и бонусов. После женитьбы на Натальи в 2017 оккупант-топограф долгое время писал руководству, чтобы оно признало опеку над ее сыном Демидом. В 2018, когда в Сирии уже не проходило никаких серьезных боевых действий, Малькута отправляется туда, чтобы получить удостоверение ветерана и в дальнейшем иметь различные льготы от государства. Ни в каких опасных задачах он участия, конечно же, не принимал. Никакой военной романтики семья террористов не разделяет. Вместо этого Малькуты предпочитают комфортную жизнь и прогулки у моря, а не какие-то риски для жизни. В 2020 году Александр, не без помощи своего отца, перешел на другую работу. Стал начальником лаборатории военного инновационного технополиса Эра в Анапе. Это заведение что-то типа Алабуги, только работает исключительно в интересах Министерства убийства России. Офицеры научных род Эры, согласно открытым данным, имеют доступ к современному оборудованию и работают на внедрение технологических решений в армию страны-террориста. Чем именно занимался в технополисе Малькута-младше, неизвестно, но точно не чем-то полезным для человечества. В одном из научных журналов в 2020 году была опубликована статья в его соавторстве. Методика калибровки энергетического потенциала радиолокационной станции с фазированной антеннорешеткой для повышения вероятности обнаружения малоразмерных космических аппаратов. Хотя и сам капитан, и его отец имеют отношение к войне, их семьи живут абсолютно гражданской жизнью. Без свастик Z на машинах, упоминаний о кровопролитной войне и особых ограничений на тусовки. Жена Александра в социальных сетях не подписана ни на один пропагандистский паблик. Вместо репостов Соловьева с его «ядерным пеплом» или публикации стихов Дениса Чернухина, она делится в основном семейными фото с отдыха на море или из путешествий с мужем. Кроме воспитания троих детей занимается Наталья Дмитриевна шитьем нижнего белья и других вещей. Вот, например, запрещенное с 2014 года в России кружевное белье. Самой большой заботой женщины является недавний переезд из Анапы в Ленинградскую область, село Медный завод, потому что она скучает по дому. Переживания капитанской жены вполне понятны. Мужа не отправят в Украину участвовать в местных штурмах. У нее все в порядке с деньгами, нет никаких серьезных хлопот, поэтому тоска по морю это единственное, что может беспокоить склонную к беззаботной жизни офицерскую жену. Сам Александр Малькута в соцсетях практически не активен, как и его отец, который сконцентрирован не на лайках и репостах, а реализации масштабной коррупционной схемы. Дело в том, что на территории военного городка Елизаветенко российское командование планирует построить большую центральную инженерную базу с админзданием, гаражом, пунктом технического обслуживания и ремонта техники, хранилищем для инженерного имущества, площадкой для хранения техники, складом и другими сооружениями. База также должна содержать клуб и огромный спорткомплекс с бассейном и катком. Стоимость проекта почти 11 миллиардов рублей, львиная доля которых осядет в карманах Малькуты, его руководства и подчиненных. Таким образом полковник сможет инвестировать в новую недвижимость, купить себе новую любимую «Шкоду» и дальше снимать недорогих, что странно, девушек легкого поведения. Его сын и в дальнейшем будет жить на широкую ногу, не думая о войне, командировках в зону боевых действий или любых других опасных моментах. Тогда как на территории 18-го полигона будут тренироваться новые группы россиян для отправки на смерть в Украину. Продолжение следует...